В Апатитах вновь открыл свои двери каменный цветок, выставка коллекционных минералов и изделий из камня. Жителям и гостям города Апатита она хорошо известна и многие из них с нетерпением ждут ее открытия. Что приготовили организаторы на этот раз, расскажем в программе «Город живет». Каменный цветок по праву можно назвать визитной карточкой города. В этом году выставка ярмарка проходит уже в 24 раз. Попасть в заполярные Апатиты стремятся умельцы со всей нашей необъятной страны и ближнего зарубежья. Конечно, изделия из камня, редкие минералы и все, что с ними связано, занимают большую часть экспозиции. Но сегодня выставку смело можно назвать многоформатной. Большое количество различных мероприятий, мастер-классов, презентаций и творческих номеров – все это целиком умещается в четырехдневной программе выставки. Как всегда, из многих регионов России к нам приехали коллекционеры, мастера, просто предприниматели, все, кто занимается камнем, изделия из камня, каменная крошка, ювелирные украшения, бижутерия и много-много чего интересного. Работает абсолютно весь дворец культуры, два этажа. Естественно, в главном зале основная выставочная экспозиция, основные наши постоянные, многие постоянные каменщики, ветераны. Также тут будет представлена выставка минералов, камней, будут картины из каменной крошки, много-много чего интересного. У нас, как я уже сказал, работает много помещений, кроме центрального зала, главное – фойе, кабинет номер 97, естественно, второй этаж, там у нас и ремесленники, и тоже изделия из камня, ювелирные украшения. Есть украшения из серебра, Якутия. Например, наш постоянный участник, который очень полюбился нашим горожанам, часто спрашивают, когда приезжают эти участники. Вот, малахит, селенит, много-много чего еще интересного. Некоторые участники каменного цветка впервые приехали в Апатиты, и первые впечатления, конечно же, от невероятной красоты хибин и радушия, с которым организаторы выставки встречали наших иногородних гостей. Приезжают они, естественно, не с пустыми руками. Это кедровая плитка, сделана из шишки алтайского кедра. Она прессуется под высоким давлением и скрепляется между собой при помощи живицы кедровой смолы. Если перевернуть, там видны чешуйки очень хорошо. Делают такие вещи в алтайском крае, экологически чистые. Потом наносится изображение в технике декупаж и лак. Это обереги в дом, солнце как символ жизни, источник тепла, света, энергии. Наши предки славяне поклонялись солнцу. У них было более двухсот различных изображений. Поэтому такое панно хорошо повесить в доме, там, где вы чаще всего проводите время. Среди участников есть и старожилы выставки. Это те люди, благодаря которым она приобрела тот самый шарм и масштаб. Я уже много лет участвую в каменном цветке, предоставляю фотографии свои. И вижу, что рост интереса к хибинам есть. Люди очень интересуются природой, очень любят нашу природу, постоянно покупают фотографии. Но я стараюсь сделать новые красивые пейзажи. И количество людей на выставке не уменьшается. А рядом с Дворцом культуры, где пройдут основные мероприятия выставки, в здании библиотеки имени Гладиной тоже будет на что посмотреть. В рамках каменного цветка в библиотеке уже работает фотовыставка метра Кольского края. Для многих посетителей выставки каменный цветок – прекрасный повод пополнить свои запасы полезными продуктами, натуральной косметикой и продукцией народного промысла. Все это в изобилии будет продаваться здесь, в стенах Апатитского городского Дворца культуры. Приветливые продавцы из разных регионов России предлагают гостям выставки натуральные продукты – мед, колбасы, сало, сладости и много еще такого, чего в наших сетевых магазинах купить непросто. И все это высокого качества. Кстати сказать, все можно попробовать на вкус. Торжественное открытие выставки «Каменный цветок» состоится 9 февраля в 13 часов 30 минут. Но с ее экспозицией можно ознакомиться уже и сейчас. Приходите, здесь действительно есть на что посмотреть. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!